Иногда судьба предмета искусства Представьте судьбу художника Родился в 1871 году в Будапеште В семье депутата венгерского парламента Ему не было еще и десяти, когда вся семья Переезжает в Российскую империю Потом лицей в Москве, университет в Петербурге Причем сразу на двух факультетах Юридическом и историко-филологическом Потом внезапно поступление в Академию художеств Ученичество у самого Репина И с тех пор жизнь его неразрывно связана с живописью А после революции 1917-го еще и с номенклатурой в области искусства Что, впрочем, хотя и породило некоторые рассуждения О спорной роли художника, тем не менее Не помешало ему прочно обосноваться в списке Известнейших российских, а потом советских живописцев Итак, Игорь Грабарь и героиня сегодняшнего выпуска Его картина «Деревенский дом» Изрядно попутешествовавшая по миру Справедливости ради стоит отметить, что административной работой И Грабарь занимался и до революции С 1913-го года он возглавлял Третьяковскую галерею Которую успешно реформировал, превратив в музей европейского типа И, кстати, оставался в этой должности Несмотря на принципиальные перемены в стране Вплоть до 1925-го года А еще Грабарь был первым, кто в СССР Получил звание заслуженного деятеля искусств А еще он известен тем, что спас множество православных икон Организовав их продажу за границу И, по сути, заложил основы новой школы реставрации в России А еще дружил с сестрой Троцкого и писал портреты Ленина В общем, противоречивый персонаж Новейшей российской истории искусств Внесший, однако, в нее значительный вклад Но вернемся к нашей картине Написана она была в 1924 году К тому времени Грабарь, изрядно поездивший по Европе Уже давно определился с направлением Его по праву можно считать одной из главных фигур русского импрессионизма Со всеми своими деревенскими пейзажами Разной степени заснеженности и березками Но что делает эту картину особенной Так это то, что, во-первых В отличие от большинства предметов искусства, которые мы вспоминаем Она покинула Россию не по причине бегства от революции большевиков А легально и осознанно А во-вторых, стала участницей абсолютно знаковой истории Большой русской художественной выставки Незабываемое впечатление произвел на нас въезд в Нью-Йоркскую гавань Было солнечное морозное утро Сначала смутно, а затем все более четко Стали вырастать гигантские массы зданий и башен Снизу широких, сверху узких Поднимающихся к небу уступами Было нечто от Вавилона В этой уступчивости построек Грабарь был одним из устроителей этой выставки Хотя впоследствии в автобиографии он осторожно отнекивался от этого Утверждая, что лишь принял приглашение И было с чего, забегая вперед Из восьми отправленных в США организаторов выставки Обратно вернулись лишь трое Сам Грабарь, да, два Ивана Сытин и Троеновский Остальные решили, что в СССР больше ни ногой На что, естественно, не смогла не обидеться советская власть Но до тех пор, при активном участии Особого комитета комиссии заграничной помощи При президиуме ЦИК А комиссию тогда возглавляла всесильная Ольга Каменева и сестра Троцкого Новые советские художники переплыли Атлантику Чтобы познакомить мир с русским изобразительным искусством С ними были картины Добужинского, Воснецовых, Кустодиева, Петрова-Водкина, Поленова Более тысячи работ авторства ста самых значительных российских художников того времени Те, кто ожидает найти на русской выставке в Нью-Йорке искусство подобное Древнекитайскому, японскому или персидскому, будут разочарованы Увидев русское искусство, имеющее своими истоками искусство, общеевропейское Но русское искусство, будучи общеевропейским, имеет свое ярко выраженное национальное лицо Интерес выставкой возбужден был большой Это было видно и в публике, и ярко проявилось в печати Целые страницы нью-йоркских газет были посвящены нашей выставке Масса печатала снимков с картин и в газетах, и в иллюстративных журналах Успех экспозиции был таков, что после окончания основного срока в Нью-Йорке Картины еще два года возили по всей Америке Русское искусство производит ошеломляющее впечатление Нью-Йорк Таймс Сегодняшняя выставка в Нью-Йорке – потрясающее событие Мы можем почувствовать настоящую русскую душу Такой выставки в Америке еще не было Конечно, картины привезены в Америку с коммерческой целью Но выставка представляет огромный интерес Во время крушения прежних идеалов Русские живописцы сохраняют прежние традиции Нью-Йорк Трибюн Ввиду успеха выставки Мы получили множество предложений О продвижении ее по разным городам Северной Америки Она после закрытия в Нью-Йорке Разъезжала в течение двух лет Было приятно получать сведения о продаже той или иной вещи Смотришь, сотню, две, три долларов пришлют через Промбанк Грабарь вернулся в СССР, где впоследствии стал директором Московского государственного художественного института Затем директором Всероссийской академии художеств Писал соцреалистические портреты Владимира Ильича, чтобы не подвергнуться опале И одновременно реставрировал монастыри и иконы И организовывал музей Андрея Рублева Умер в 1960-м А эта картина наряду с еще двумя работами художников Нестерова и Виноградова Оказалась у Николая Осиповича Гришковского Эмигранта, который приятельствовал с Грабарем и помогал им с выставкой После его смерти вдова Гришковского передала их обществу Родина О котором я вам рассказывал в одном из прошлых выпусков А Родина, в свою очередь, отдала их в дар Российскому фонду культуры Где мы их с вами теперь и наблюдаем Это была программа «Возвращенцы» Меня зовут Марк Подробинник До встречи в следующем выпуске Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова